Террамобил, Нефтекамск, Янаульская, 1А, телефон 23688. Центр технического творчества – одно из уникальных учреждений нашего города. Здесь юных нефтекамцев могут обучить основам моделирования, конструирования и работе на компьютере. Прежние направления в этом году продолжат свою работу, несмотря на смену руководства. По словам Романа Ганиева, планируется много нового. Робототехника, конструирование и моделирование, промышленный и графический дизайн и много других направлений, которые мы готовы представить ребятам, чтобы они пришли и обучились самым необходимым базовым знаниям, которые бы помогли им в будущем сориентироваться в выборе своей профессии, своего призвания в жизни. В этом году мы открываем еще и новые объединения, такие как телестудия, и добавили еще секцию футбола. Квалифицированный тренер, который имеет корочку Российского футбольного союза, опытный, интересный, молодой, энергичный, готовый, так скажем, зажигать и в детях любовь к спорту и здоровому образу жизни. Детско-юношеский центр Вене также распахнет свои двери в начале нового учебного года. Прикладное искусство для развития памяти и мышления. Для тех, кто считает, что в здоровом теле здоровый дух, единоборство и тренажерный зал. Сюда приглашают детей старше 7 лет. У нас отделение спортивной направленности и творческо-художественной ОФП и туризма. Наши ребята могут прийти, записаться в секции кикбоксинга, рукопашного боя джиу-джитсу, греко-римской борьбы. Кроме этого есть у нас отделение фитнес-аэробики, художественной гимнастики, единственное в городе на сегодняшний день. Художественное направление представлено будет у нас декоративно-прикладным искусством. ОФП и туризм – это дети, которые у нас занимаются на постоянной основе. Посещают они в основном классами, то есть по договоренности со второй чаще всего школой, с филиалом. Объединение подростковых клубов «Октава» работает с подрастающим поколением нашего города уже много лет. Сотни воспитанников из года в год с удовольствием возвращаются сюда для того, чтобы узнать много нового и интересного. Направления у нас остались прежние, то есть непосредственно по улице Победы 5 у нас работает компьютерный клуб «Знайка». Также у нас компьютерный клуб «Знайка» работает по улице Ленина 7А. Далее краеведение, английский язык, брейк-данс, хореография и спортивные секции. Дворец творчества – классическое учреждение дополнительного образования. Сюда наряду со школьниками приходят и ребята помладше. Обучение ведется по шести направлениям. В общей сложности более ста кружков, секций и объединений, где помогут развить таланты и укрепить здоровье. Будут работать объединения декоративно-прикладного и изобразительного искусства, имеющиеся объединения театрального и хореографического цикла, а также объединения вокал, вокальные ансамбли, хор. В этом году также будем продолжать реализовать городской проект «Путь в профессию». Это для старшеклассников. Дети будут осваивать профессии по направлению трудовое и профессионально ориентированное обучение по шести направленностям. Это тележурналистика, видеография и монтаж, художник по костюмам, парикмахер, педагог-организатор, журналистика и пиар. С 4 по 8 сентября во всех учреждениях дополнительного образования пройдут Дни открытых дверей. Там можно будет получить более подробную информацию о направлениях и педагогах, записаться в понравившееся отделение и узнать расписание на новый учебный год.